всем привет мои дорогие друзья добро пожаловать на мой канал светлана рай на даче дорогие мои друзья сегодня хочу поподробнее остановиться на луке пареи буквально займет это немного времени так как у меня было очень короткое видео шут видео дорогие друзья но а сейчас я хочу просто рассказать как я проращиваю семена лука парея на рассаду это я делаю каждый год и каждый год в общем то если семена хорошие все удается очень хорошо итак какие семена я прикупила к этому новому сезону это лук пареи русский размер вот такой он высокий до 60 сантиметров у него вырастает вот это отбеленная часть получается дорогие друзья растения полтора метра высотой с гигантской ногой не менее 60 60 сантиметров одно растение заменяет 23 обычных скороспелый уборку можно начинать уже во второй половине лета сочный белый степель а нога ценится в диетическом питании русский размер когда-то я давно уже выращивала и вот опять семена мне попались и оказалось что семена довольно таки свежие второй сорт который я выращиваю каждый год это лук-порей веста хороший лук всегда получается замечательно ранний урожай от фирмы гавришь 120-135 нет посева до уборки листья светло-зеленые со слабым восковым налетом диаметр 4 сантиметра высота 30 сантиметров вес 250 350 грамм вкус сладкий дорогие друзья тоже очень хороший ранний спелый сорт и вот такой еще взяла лук-порей казимир но еще я его не поставила на проращивание семена хочу попробовать лук казимир по моему я уже его когда-то выращивала от фирмы а элита высокопродуктивный среднеспелый сорт период от сходов до уборки 180 200 дней значит ложный стебель диаметра 3-4 отбеленная часть до 26 сантиметров в общем я подумаю еще и если мне вот этих моих семянок окажется мало которые я уже прорастила дорогие друзья проращиваю вот на таких дисках смотрите значит стимулятором роста для проращивания семян у меня служит эпин экстра значит вот на такую бутылочку я брала ровно три маленькие капельки а вот замачивала вот эти диски раскладывала вот таким образом семена и вы можете видеть что уже появились у нас первые росточки значит температурный режим температурный режим какой сначала замочила значит я 30 января 30 января и вот сейчас покажу сразу еще лук паре и vista где-то я видела что уже проклюнулись семянки единичные да вот видите единичные семечки уже проклевываются обычным способом обычным способом лук парей довольно таки долго проращивать если в земле и я вот для себя выбрала вот такой способ мне он очень нравится потому что я сразу вижу хорошие семена или плохие то есть проходит определенная проверка с моей семян тестирование семян следующие мои действия какие значит подождите 1 1 что я хочу сказать про температурный режим замочив семена в растворе эпина я поставила значит на батарею батарею батарея была закрыта у меня простыню такой толстенькой хлопчатобумажной на нее на батарею поставила книжку она книжку значит вот эти свои закрытые вот таким образом закрыты вот таким образом семена 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 и стояли они у меня с 30 по 4 число вот таким образом на батарее иногда я приоткрывала приоткрывала вот и чтобы проветрить их проветрить это нужно обязательно делать следующие мои действия были какие четвертого числа я на ночь поставила эти семена уже на холодный подоконник вот в таком виде окно было закрыто но все равно там прохладное довольно таки место и утром я уже обнаружила что мои семена проклюнулись то есть разница в температур играет большое значение темпе благотворно влияет на проращивание семян но это вот мои наблюдения дорогие друзья и следующий значит этап выращивания рассады будет такой это буду я закручивать свои семена закрутки на вермикулит на вермикулит и с небольшим количеством земли когда семена у меня уже хорошенечко прорастут дадут первые сходы примерно вот такие вот тогда я буду добавлять земли все это вы конечно мне можете посмотреть плейлисте если вы конечно желаете я могу повторить эту процедуру и показать вам как я это делаю но сейчас я буду ждать значит массовое проклевывание семян и тогда я буду закручивать их закруточку закруточку еще раз повторяю она вермикулит вермикулит что нам дает сохранение определенного значит определенной влаги вот такой вот там своеобразный получается микроклимат и семена прекрасно прорастают дают хорошие корешочки и после этого мы только добавляем грунт после всходов я добавляю грунт вот такое дорогие друзья небольшое видео если вы хотите более подробную информацию спуститесь в плейлисте найдите раздел лук-порей выращивание от семечка до урожая и все вы можете посмотреть дорогие мои друзья до новых встреч всем всего доброго спасибо за ваши лайки комментарии подписки и всем отличных будущих урожая всем пока пока